МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске ни проехать, ни пройти. Мы видим, и газ есть, и электричество подведено. Бездорожье стало характерной чертой загородных посёлков. Месяц без воды. Син привозит на машине, всё нормально было, что сделалось. Жители частного сектора рискуют остаться без урожая. Купаться рано. Чтобы никто не зачесывался, не зазудился, так скажем, не дай бог. Частные базы готовятся к массовому заплыву. О самом важном и интересном из жизни города и региона узнаем вместе в ближайшие полчаса. В студии Ксения Волкова. Здравствуйте. Участки, выставленные на продажу, теперь можно найти и в Тюмени в необычном атласе. Описывая загородные проекты, авторы столкнулись с проблемой. Когда дело дошло до инфраструктуры, оказалось, характерной чертой большинства посёлков является бездорожье. Как встать на твёрдый путь развития, выясняла Александра Сосновская. Здесь мы видим, и газ есть, и электричество подведено. А вот дороги, которые выполнены в грунте, они в мокрую погоду совершенно не выполняют свои функции. И совершенно непригодны для ведения строительства. В атлас попала информация почти о 50 проектах. Дорожная инфраструктура оказалась самым мокрым вопросом. Девелоперы капитальные проезды строить и не обязаны, и не хотят. Заниматься этим не горят желанием и муниципалитеты. Когда у нас утверждается проект планировки, на нём обозначен проезд. И в какой форме он будет выполнен, и в какие сроки и кем будет содержаться. Это как раз вот те правила игры, которые нам сейчас надо разработать, чётко уяснить. Чтобы загнать технику на свои 15 соток, Михаилу Шаламову пришлось самому сделать отсыпку. Ждёт, когда соседи начнут строиться. Тогда, может, и асфальт в посёлке положат. На время стройки, и пока ещё пустых много участков, даже не купленных. Поэтому вот только сделали твёрдое покрытие, убрали глину, начали тянуть газ. Через дорогу газ протянули, трубы к каждому участку получились ямы. Пока никто их не засыпал. Надеяться остаётся только на совесть реализаторов проекта. Если жильцов бросят без дорог, то ждать помощи от района придётся долго. За последние пять лет на кадастровый учёт операторы поставили около 13 тысяч участков. Никаких денег не хватит, чтобы сделать твёрдые улицы в каждом новом комплексе. Во время онлайн-конференции губернатор области обозначил чёткую позицию на сей счёт. Вот если я сегодня заложил свою квартиру, если я сегодня взял ипотеку, я строил этот дом и планирую эту квартиру продать, а этот дом у меня будет основным местом жительства. Вот здесь мы двигаемся в этом направлении. Но если мы сегодня строим загородные дома, как правило, это не единственное жильё, которым они сегодня владеют. И этим людям ещё сегодня за счёт бюджетных денег подводить коммуникации, согласитесь, это нарушение принципа социальной справедливости. А тем жителям, кто ждать не хочет, совет один – берите инициативу в свои руки. И тогда временные дороги не станут постоянными. Александра Сосновская, Артём Суханов, Сибинформбюро. На городских дорогах продолжаются ремонты. Чтобы водители были в курсе, работает наш теленавигатор. Выходные затруднения в движении прогнозируются на следующих участках. Уже сегодня ночью перекроют улицу Орловскую. На участке от Первомайской до Камышинской будут менять канализацию и водопровод, а после укладывать асфальт. Работы должны закончиться к утру понедельника. Замена дорожного полотна запланирована также на улице Чекистов. Будьте внимательны, здесь могут образоваться пробки. Заторы, вероятны, и на Олимпийской. От широтной до 30 лет победы все выходные рабочие будут латать в асфальте дыры. Не теряйте время в пути, составляйте заранее свой маршрут. Большая ремонтная кампания продолжается в Тобольске, а в Тюмени, возможно, появится свой зоопарк. Подробнее об этом в кратком обзоре событий. Преображение Нижнего Посада Тобольска должно завершиться к 2015 году. По словам Владимира Мазура, завершается газификация этой части города. Строится первый торговый центр, ведется работа по реставрации купеческих особняков. Почти у каждого объекта уже есть свой инвестор. По каждому памятнику, который находится в подворной части, мы сейчас ведем работу с Министерством культуры и с Росимуществом. Отрабатываем эту передачу, еще раз подчеркну, с федерального в региональные, где мы можем тогда уже выходить на отношения с инвесторами в рамках правовой формы. То есть на какой срок, с каким видом использования этого или иного объекта. Кроме того, в Тобольске готовится к сезону ремонта дорог. Полиция запустила мобильное приложение МВД России. Оно имеет несколько удобных сервисов. Теперь пользователи смартфонов смогут, например, посмотреть на карте ближайшие отделы полиции. Приложение дает большие возможности гражданину и в обыденной жизни, и в каких-то чрезвычайных ситуациях. Много разделов. Это и разделы по вызову сотрудников органов внутренних дел через это приложение. Это и обращение к базам данных ГИБДД по наличию штрафов у гражданина. Пока программа работает в тестовом режиме. Свои отзывы и предложения горожане могут оставить на сайте МВД. В Тюмени может появиться большой зоопарк. С такой инициативой выступили жители города в рамках обсуждения благоустройства Гилевской рощи. Александр Мор идею поддержал, но сказал, что проект должен быть реализован вне границ природоохранной зоны. Все деревья рощи должны оставаться целыми. Можно было бы организовать такой зоопарк, который был бы центром привлечения детей вместе с родителями семейного отдыха, наших гостей из других городов. Ну и мог бы, конечно, как любые зоопарки, быть центром научных исследований, связанных с животными. Сейчас в администрации прорабатывают экономическое обоснование проекта. Оно даст населению четкое понимание, быть в Тюмени зоопарку или нет. А вот жителей поселка РТС другой вопрос интересует. Появится ли у них снова вода? В частном секторе в районе Дома обороны водопровод перестал работать месяц назад. Почему краны пересохли? Разбиралась Карина Закирьянова. Вода нету. Весь, по-моему, прежний нету. Счет обезвоженным дням Валентина Петровна уже потеряла. Впервые за 40 лет в поселке РТС, что на Доме обороны отключили воду. В чем дело, пенсионерка не знает. Из дома почти не выходит. Она инвалид первой группы по зрению. Всю воду и привозит сын. Сын привозит на машине. Все бутылки, все бутыли по 20 литров у него. Три так. Возит. А краном мы вдвоем сейчас живем так. Все нормально было, что сделалось. Раз, пришли, закрыли. Остальные жители поселка ходят за водой на колонку. Пока всем хватает. Но скоро начнутся работы на огороде. И тогда на поливку понадобится в разы больше воды. По словам местных жителей, водопровод в этом поселке появился в 1972 году. Тогда городские власти разрешили им подключиться к сетям самостоятельно. А вот поставили эти вредские на учет в администрацию или нет, до сих пор неизвестно. Но, как утверждают владельцы домов, платят они за воду исправно. Как нам пояснили в Тюмень-Водоканале, водопровод этот пришел в негодность. Сломался по опросту, потому и перекрыли подачу. И ремонтировать жильцам его придется за свой счет, потому что на баланс городу его так никто и не передал. Частные водопроводы, они и поэтому и частные. То есть все затраты на обслуживание сетей, которые находятся на балансе у города, и соответственно на обслуживание у Тюмень-Водоканал, все затраты на обслуживание данных водопроводов, они закладываются в тариф. Соответственно, те сети, которые являются частными или бесхозными, на них затраты в тариф не заложены. Оплатили владельцы этих домов не за обслуживание сетей, а за сам ресурс, то есть за воду с содержанием их водопровода никто по сути не занимался. Решение в принципе вопроса есть. То есть люди могут собрать документы необходимые, и соответственно обратиться в департамент ЖКХ или в департамент имущественных отношений, о том, чтобы эти сети были приняты на баланс города, и соответственно потом они уже попадут на обслуживание в Тюмень-Водоканал. Но насколько затянется эта процедура неизвестна. Валентина Петровна уже согласна заплатить за ремонт частной фирмы, лишь бы успеть посадить все вовремя. Карина Закирьянова, Александр Вележанин, Сибинфорумбюро. В загородных домах места и для огорода хватает, и для красивых зон отдыха с беседками, альпийскими горками и водоемами. Садово-парковое искусство во всей красе тюменцам представлено и на традиционной весенней выставке. О трендах сезона. Наталья Жукова. Всего один взгляд на кристаллы Сваровские. Воображение тут же рисует картину шикарного загородного дома с изящной лестницей. В компании «Стройкомплекс М» уверены, любая фантазия может стать реальностью. Изделия получаются неповторимыми, и аналогов в нашем регионе пока что нет. Индивидуальный подход к каждому клиенту, как признаются сами кузнецы, больше всего им интересно воплощать в жизни стандартные идеи. Многопрофильная компания «Стройкомплекс М» существует с 1998 года. И за это время накопила солидный опыт в художественной ручной и машинной ковке. Последний выполняется на германском оборудовании. Направление, которое объединяет все наши производства, это изготовление лестниц. Лестницы как на металлокаркасах, облицовка деревом, могут быть металлокаркасы из нержавеющей стали, облицовка стеклом. Ассортимент поражает воображение. Подсказать идею готов и конструкторский отдел компании. Он может подготовить для клиентов трехмерные модели, например, тех же лестниц. Еще одно направление компании – производство стандартной продукции. Это отработанные типовые модели, которые находятся у нас всегда в наличии, такие как мангалы с крышей, качели, беседки, скамейки, урны. От оконных решеток эконом-варианта до эксклюзивных моделей с позолотой в 24 карата. Изделия «Стройкомплекса М» рассчитаны на любой кошелек. А если необходима консультация специалиста на выезде, то это и вовсе бесплатно. Наталья Жукова, Александр Вележанин, Сибинформбюро. Это точнее, спасибо, что остаетесь с нами. В Тюмени начал работу интернет-форум «Диджитал Медиа». Он собрал более тысячи участников и топовых IT-экспертов со всей России, в их числе и Наталья Лосева. Она вывела в лидеры интернет-вещание РИА новостей и в несколько раз увеличила посещаемость сайта «Аргументы и факты». Как раскрутить сайт, как привести аудиторию. И здесь есть такое заблуждение, которое мне очень приятно разрушать. Заблуждение, которое заключается в том, что для того, чтобы поспорить сайт, нужны деньги. На самом деле нет. Цель форума – помочь участникам запастись идеями и практическими навыками их реализации. На что потратили более 27 миллиардов рублей. Общественные слушания по исполнению бюджета города в 2013 году собрали небывалое количество участников. Более 400 человек заинтересовались распределением казны. В цифрах разбирался Антон Быков. Жизнь целого города в цифрах и графиках. Зал на 400 мест с трудом вместил всех желающих обсудить исполнение бюджета. Услышать, чем жила Тюмень в прошлом году – это лишь половина дела. Каждый пришел донести свое видение приоритетов. Там есть 2-3 отрасли, которые я бы предложил, если бы меня спросили, как бы увеличить финансирование, потому что это связано с молодежью. От воспитания молодежи и доступной медицины до ремонта дорог и строительства жилья. Предложение перенаправить средства на то или иное направление масса. Но для того, чтобы кому-то дать больше, надо у кого-то отнять. Позиция финансистов очевидна, хотя формирование доходной статьи, как выяснилось, не единственная проблема бюджетирования. Мало деньги найти, их надо суметь с умом потратить. В целом исполнение расхода бюджета составило 88%. Самые критичные вопросы вызвала статья капитальных расходов, реализованная лишь на 77%. А это и строительство, и ремонт социальных объектов. Причины названы – неисполнение сроков подрядчиками. Предложенное решение, на первый взгляд, очевидно – отказаться от услуг нерасторопных строителей. Однако выясняется, что признать подрядчика недобросовестным может только суд. Там, где он по каким-то причинам это затягивал, здесь уже занести, будем так говорить, в этот черный список практически невозможно. Но мы стараемся это учесть при проведении аукциона в следующем году, мы это стараемся учесть в любом случае. Представители администрации заверили – все, что не доделали в прошлом году, обязательно доделают в этом. Остальное – по мере поступления средств. И по этому поводу предложения общественности звучали вполне конкретно. Я думаю, что всем работать надо для того, чтобы деньги в бюджет поступали. Даже самые общие предложения на таких встречах фиксируются в аудиозаписи. Поэтому каждое мнение будет как минимум услышано. Антон Быков, Александр Изосимов, Сибинформбюро. Тюмень готовится к массовому заплыву отдыхающих. Специалисты предупреждают открывать купальный сезон еще рано. Прежде чем появятся официальные белый и черный списки пляжей, нужно не только дно проверить, но и пробы воды исследовать. Людмила Чапурных подробнее. Они уходят на дно, но только по команде. Водолазы первыми открывают купальный сезон, проверяют дно на безопасность. Этот водоем находится возле детского лагеря, а поэтому каждый метр обследуют с особой тщательностью. В основном трава и небольшие веточки. Дно чистое. Ничего опасного? Вообще ничего опасного нет, что может представлять какую-то угрозу. Так что песочек, немного ила в той стороне, а так все отлично. Но просматривают не все дно, а только ту часть, что прописано в договоре. Поэтому плескаться без опаски можно только в пределах буйков. Обследование дна для детских учреждений, конечно, это бесплатно за счет областного бюджета. Для коммерческих организаций один квадратный метр обследования стоит 25 рублей 49 копеек. До официального старта купального сезона 2014 водолазам предстоит обследовать еще 12 пляжей. В их число входят те, что на базах отдыха. Пока окунуться в воду с головой еще температура не позволяет, но здесь уже ждут первых отдыхающих. Красят беседки, столики, а также наводят порядок в прибрежной зоне. Позже возьмутся и за очистку воды. Потому что народу много, посещаемость большая. И никак в бассейне все же не моются перед входом. Поэтому, чтобы себя обезопасить, значит, есть химия, которая убивает микробы, которые неблагоприятны для человека, особенно для детей. Чтобы никто не зачесался, не зазудился, так скажем, не дай бог. Кстати, проверку качества воды базы отдыха заказывают и оплачивают самостоятельно. А вот городские водоемы обследуют за счет бюджета. Первые пробы уже взяты, но добро на купание эпидемиологи дадут только после того, когда вода прогреется и ее обследуют повторно. Это исследование на холеру по форме А2-0. Она проводится по достижении температуры не ниже 15 градусов. Проводится в еженедельном режиме. И после этого департаментом городского хозяйства администрации города Тюмени принимается решение уже о выставлении аншлагов. Купание разрешено, либо запрещено в зависимости от полученных результатов. Уже после получения результатов Роспотребнадзор опубликует белые и черные списки водоемов. И перед тем, как собраться на пляж, с ними можно будет ознакомиться на сайте управления. Людмила Чапурных, Роман Чинахов, Сибанфромбюро. Летние лагеря и школы защитят от клещей. За городом уже началась химическая обработка территорий. Чтобы не навредить здоровью детей, распыление ядов производится рано утром или поздно вечером. Обработаны в черте города зеленые зоны, зоны отдыха, то есть это объекты культуры и молодежной политики и спорта. Там, где будут площадки отдыха, детские площадки. До 30 мая по плану те объекты, которые запланированы за счет областного бюджета, они все должны быть обработаны. Сейчас клещи особо активны. В Цюменской области зарегистрировано почти 3000 укусов. Поддерживать порядок в зеленых зонах или дворах дело хорошее, но для некоторых как наказание. Не за тяжкие преступления. Закон у нас такой позволяет заменять реальный срок на исправительные работы. Александр Гришаков встретился с теми, кто готов понять и принять осужденных. Своих лиц они просили не показывать, как и не называть фамилий. За совершенные преступления молодые люди могли бы попасть в тюрьму, но вместо этого суд отправил их на обязательные работы. Теперь по 4 часа в день они бесплатно убирают дворы и чистят чердаки. Заставляют задуматься просто, чтобы больше такого не совершать, чтобы не было больше уборки, наверное. И дальше продолжать жить спокойно, не совершать преступлений больше никаких. Иван Соцкий тоже отбывает наказание на своем рабочем месте. Прошлым летом ученик печатника совершил кражу. Суть был, потом все, начальник пришел, сказал так и так. Все, потом начали исправительные работы. Не закрыли, ладно, работаю. Одинаковые преступления, разные наказания. Иван получил год исправительных работ. Ежемесячно 15% его заработка отчисляется в пользу государства. Предприятия, которые берут на работу осужденных, занесены в специальный список. Его формируют в управах округов. Сейчас в нем 60 предприятий и около 140 вакансий. Вписать свою управляющую компанию в этот реестр решил и Алексей Логачев. Он готов взять на работу до 10 осужденных. Мы предполагаем, что данное решение создаст альтернативу привлечению мигрантов. То есть политика нашей организации все-таки отдает предпочтение гражданам РФ при прочих равных условиях. С января на обязательные и исправительные работы направлены почти 200 человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Суды стали лояльнее. На трудовую повинность отправляют в основном за мелкие кражи и мошенничества. При драгоустройстве мы их контролируем как по месту работы, так и по месту жительства. Названиваемся с предприятиями, выясняем, есть ли какие-то нарушения со стороны работника нашего. Если нарушения есть, дело пересматривают. Обычно это заканчивается реальным сроком. Александр Гришаков, Александр Вележанин, Сибун, Форумбюро. Героев следующего сюжета не нужно заставлять трудиться. Они это делают с удовольствием. Из-за особенностей здоровья подопечные интерната ограничены в общении, но открыты для исследований. Впервые в России, в Юргинском районе, особые люди защищают свои проекты перед аудиторией. Анастасия Косымова о тюменском опыте. Овощная культура баклажан. Сорт называется «Черный принц». Олег мечтал стать агрономом, но учиться не позволяет здоровье. Он уже много лет живет в психоневрологическом интернате. Здесь у него есть возможность заниматься любимым делом. Это уникальный проект лесновского интерната, когда люди с психическими расстройствами ведут исследовательскую деятельность. Олег, например, выращивая перцы разных сортов, определил самый урожайный. Он очень устойчив, во-первых, для нашей почвы. Вот, знаете, у нас сейчас погода такая, ну, как сказать, непредсказуемая. Так вот, этот вот сорт перца, он очень устойчив ко всяким изменениям климата. Рассада взошла дружно. Пора готовить почву в цеплицах. Но исследовательский проект – это не только работа на земле, но и его защита перед аудиторией. Такой метод реабилитации не используется пока нигде. Полный зал. То есть сидят сотрудники, сидят клиенты. И он на аудиторию. Когда такое было? Да не было никогда. Где он еще выступал? Это повышает самооценку клиента. Он понимает нужность свою. Не его работы, а он нужен, он может, он может. Он никогда этого не делал. Выбор темы для исследования практически не ограничен. Владимир Николаевич в прошлом музыкант. Тяга к прекрасному и определила предмет его интереса. Он стал изучать жизнь подводных обитателей в местном аквариуме. Оказалось, наблюдать за рыбками не только интересно, но и полезно. Наблюдение за аквариумными рыбками снимает стресс и успокаивает нервы. Также повышает творческую активность мозга. Владимир Доронин уже защитил свою работу. Он был настолько убедителен, что теперь в каждом корпусе, где живут особые люди, появился свой аквариум для снятия стресса. Анастасия Косымова, Алексей Красных, Сибинформбюро. Расслабиться и провести выходные с пользой поможет наша афиша. Днем на велопрогулку, а ночью в музее. Программу главных городских событий изучила Дарья Власова. Дарья Власова. Расслабители увидят и единственную в мире передвижную выставку картины с песка. А в музее ИЗО можно будет посмотреть, как работают реставраторы. Впервые откроется и арт-бульвар в сквере Ермака. Под открытым небом горожане научатся делать кукол оберегов, свистульки из натуральной глины, гончарные изделия и традиционные сибирские игрушки из дерева. Успеть на все выставки можно, если поехать на велосипеде. В эту субботу официально объявят старт двухколесному сезону. Его откроют фестивалем «Самогон». Старт путешествия назначен на 9 утра. Участникам предстоит проехать в колонне около 20 километров. Спортивная подготовка не обязательно. Во время всего маршрута будут привалы, где велосипедистов развлекут играми и конкурсами. Выдающийся гитарист и участник рок-группы Ария Икипелов посетит областную столицу в это воскресенье. Сергей Маврин не только исполнит свои лучшие хиты, но и проведет мастер-класс по игре на семиструнной. Рок-музыкант известен своей собственной техникой игры. Мавринг – так называют ее поклонники. По сути, при этом задействована всего одна рука, благодаря чему звук получается одновременно ярким и мелодичным. Новый взгляд на моду в областной столице впервые состоится в фэшн-фестиваль. Модели прошагают по подруму в нарядах от местных кутюрье. Судить новичков будут именитые тюменские дизайнеры Максим Некрасов и Ольга Акимова. Пока жюри выносят вердикт, зрителям скучать не придется. Для них приготовили показы новых коллекций от модных бутиков. Кроме этого, в рамках фестиваля пройдет выставка работ фэшн-фотографов. На этом все. Проведите выходные весело и интересно. Дарья Власова, Павел Михайловский, Сибинформбюро. И на сегодня у меня все. Хороших вам новостей и удачных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова